Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем мышление инвесторов и формируем свои собственные инвестиционные портфели. В сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о том, когда продавать доллары, потому что много возникает вопросов в комментариях. Обязательно смотрите до конца, если вас интересует вопрос, что делать с долларами, нужно ли его покупать, сколько он может еще вырасти и какие факторы влияют на курс доллара в настоящий момент. Прежде чем приступить к ответу на вопросы, друзья, хочу сделать объявление в связи с тем, что у нас сейчас идут ограничения по YouTube, то обязательно подписывайтесь на канал в Telegram. Ссылочка будет ниже под данным видео. Проходите, участвуйте, канал бесплатный. Там будут оперативно публиковаться все наиболее свежие видео. Ну что ж, давайте поедем. Нам сегодня поможет в задавании вопросов Дарья. Давайте приступим. Скажите, пожалуйста, какой курс доллара на сегодняшний день? На момент записи видео, когда мы записываем, курс доллара составляет порядка 76 рублей. Находится в достаточно таком широком диапазоне колебания. Ну, в принципе, тенденция наблюдается к снижению. А стоит ли покупать доллары сейчас? Отвечая на данный вопрос, нужно понимать, для чего вы покупаете доллары. Доллар – это следствие платежа для того, чтобы купить активы, номинированные в долларах, чтобы получать доходность долларов. Я всегда против того, чтобы зарабатывать на движение валютных пар, потому что здесь, как тоже неоднократно на канале было сказано, есть различные факторы, которые влияют. Если брать этот вопрос с позиции, стоит ли его покупать сейчас, чтобы потом когда-нибудь в будущем продать. Это, наверное, не совсем правильная история, но если люди хотят получить такой ответ, я думаю, что имеет смысл покупать сейчас. Потому что курс доллара очень резко вырос. Тому были объективные причины и санкции, и заморозка золотовалютных резервов, номинированных в валюте Центральным банком. То есть Центральный банк для того, чтобы остановить вот эту вот панику, происходящую на валютном рынке, он сделал очень резкие шаги, очень сильные шаги. Это было и резкое повышение ключевой ставки, это было обязательство продажи экспортерам в течение трех дней валютной выручки. Это были операции, связанные с ограничением снятия наличных денег физическими лицами, количество денег, которое можно купить. Были дополнительные комиссии на покупку валюты, установленные в 12%. То есть все эти факторы совокупности, они как раз-таки позволили погасить эту панику. Что мы здесь должны, помимо всего прочего, понимать, что основная доходная часть бюджета, она все равно формируется за счет нефтегазовых доходов. Экспорт углеводородов, он в любом случае сокращается. И количество нефти и газа, которые продаем, оно уменьшается. То есть кто-то, какие-то страны полностью отказались, какие-то страны частично отказались. Кто-то отказался только от нефти, кто-то отказался и от нефти, и от газа, кто-то отказался от угля. Пакеты санкций, которые уже были введены, они достаточно большие. И поэтому получается, что, на мой взгляд, оптимальный курс доллара, в котором, я думаю, он в принципе может всех абсолютно устраивать, это где-то диапазон 80-90 рублей за доллар. Но сейчас мы видим ситуацию, что еще по-прежнему действует много вещей, которые оказывают давление на доллар. То есть у нас, получается, многие иностранные компании ушли с рынка, у нас многие иностранные компании не только ушли с рынка, но и отказывались поставлять продукцию. То есть импортеры валюту не покупают. Физические лица валюту не покупают. Что с ними делать, в конце концов, даже если ты их купишь. Но при этом у нас ее много кто продает. У нас продают экспортеры 80% выручки. И то на последнем заседании глава Центрального банка России Эльвира Набиулина заявила о том, что будут постепенно ослаблять вот эти ограничения введенные. И мы уже это видим. Комиссию отменили. Экспортерам дали не 3 дня, а теперь 60 дней на то, чтобы они могли по выгодному курсу продавать валюту. Сальдо торгового баланса положительное. И поэтому весь год, 2022, мы будем находиться в диапазоне прогнозном 75-95 долларов. То есть такой широкий диапазон. А обслуживание внешнего долга скажется на долларе? У нас в любом случае есть валюта. Валюта откуда есть? У экспортеров есть валютная выручка. То есть валюта в России имеется. Если мы говорим о том, что золотовалютные резервы России составляют порядка 650 миллиардов долларов, а весь внешний долг правительства, я говорю сейчас именно про правительственный долг, составляет порядка 40 миллиардов долларов. Из 650 миллиардов долларов половина заморожена в долларах и евро. То есть невозможно произвести расчет. Остальные, соответственно, находятся в альтернативных валютах и находятся в золоте непосредственно. Поэтому мы понимаем, что даже если осталось 350 миллиардов доступных золотовалютных резервов, то есть у России деньги для того, чтобы расплатиться с долгом, они присутствуют. И это не составляет какой-то большой проблемы. Другой вопрос, что технически провести транзакцию, технически перевести доллары у правительства не получается. Почему и были приняты вот эти вот меры, связанные с тем, что мы будем вам платить в рублях по текущему курсу. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но, тем не менее, мы говорим о том, что технически, если мы берем проспект эмиссии, если мы берем условия выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах или в евро, там нет условия того, что можно заплатить в рублях. И если ты не переводишь рубли, вернее, даже не переводишь рубли, если ты, как заемщик по облигации, не переводишь доллары по купону, не переводишь доллары по погашению номинала, то ты допускаешь дефолт. То есть, потому что формально люди тебе давали в долг доллары, вернуть ты должен доллары, купоны ты должен платить в долларах. И формально, технически, доллары на счет не поступили в оговоренный срок. То есть, это и так называемый технический дефолт. После технического дефолта у нас, соответственно, есть 30 дней, чтобы расплатиться, урегулировать этот момент. И через 30 дней может наступить так называемый кросс-дефолт. Кросс-дефолт – это тогда, когда хотя бы по одному выпуску, если один заемщик в данном случае, правительство Российской Федерации, Россия, допускает технический дефолт, то есть, не выплачивает, на счеты держателей облигаций иностранных не поступают доллары, то возникает кросс-дефолт. И все выпуски, которые есть, должны быть погашены. И если мы задаемся вопросом, обслуживание внешнего долга скажется на доллары или нет, у нас сейчас, согласно указу президента, иностранцы за газ должны платить в рублях. Технически это выглядит следующим образом. То есть, они в любом случае заводят валюту в Газпромбанк. Газпромбанк на валютной бирже покупает по определенному курсу рублей. Эти рубли перечисляют государством, которое закупает у нас газ. И этими рублями расплачиваются. То есть, в принципе, государства могут перечислять на счет Газпромбанка ту же самую непосредственную валюту. Поэтому я бы не увязывал сейчас необходимость оплаты долга, потому что правительству покупать этих долларов как таковых нет. Он может их взять и оказывать дополнительное давление на рубль, покупая доллары для того, чтобы расплатиться с внешним долгом. Я таких рисков лично не вижу. А как заморозка активов повлияет на курс? Заморозка активов Центрального банка, которая номинирована в долларах и евро, уже повлияла на курс. Потому что, когда происходит паника, когда люди все выстраиваются в обмене, чтобы покупать непосредственно валюту, то у Центробанка до февраля 2022 года был механизм валютных интервенций. То есть, он брал свои золотовалютные резервы. То есть, доллары, которые хранились у него в золотовалютных резервах. И продавал на рынке. То есть, получается, толпа снизу бежит, спрос растет. Все покупают. И вот, чтобы сверху погасить вот этот ажиотаж покупок, то есть, Центральный банк брал валюту и непосредственно продавал в необходимом количестве, чтобы удовлетворить этот растущий спрос. Сейчас этот спрос со стороны физических лиц, со стороны импортеров существенно упал. Даже если ты купишь доллары, что ты с этими долларами будешь делать? Что ты будешь покупать? Импортеры, опять-таки, не покупают валюту для того, чтобы закупать импортные товары для поставки в России, потому что они ушли. Поэтому можно говорить о том, что заморозка активов, она уже сказалась на курсе долларов. То есть, самый первый момент, когда возникла вот эта вот неприятная ситуация, то есть, у Центрального банка не оказалось классического понятного рычага воздействия на законы спроса и предложения, чтобы продать доллары. И это как раз-таки привело к тому, что доллар вырастал у нас там до 110-120 рублей за один доллар, потому что были заблокированы резервы. Но другими мерами, жесткими, резкими, такими существенными, мы видим, что, в принципе, в течение полутора месяцев удалось эту панику погасить. А где найти самые выгодные курсы доллара? Самый выгодный курс доллара всегда на рынке, что бы там ни говорили. Потому что, если говорить про ценообразование доллара, это происходит следующим образом. На валютной секции МВБ совершаются сделки купли-продажи валюты, долларов, евро. И это рыночный курс. То есть, там присутствуют рыночные игроки, работают с законом спроса и предложения, и в зависимости от спроса и предложения формируется цена, которая удовлетворяет всех. После этого Центробанк, для того, чтобы установить курс на следующий день, смотрит средневзвешенную цену по итогам торгов, которые был на бирже, и устанавливает свой собственный курс. После того, как Центробанк установил курс валютных пар, рубль-доллар или рубль-евро, то коммерческие банки, ориентируясь на курс Центрального банка, выставляют так называемые спреды. То есть, продают немножко дороже, покупают немножко дешевле. И таким образом получается, если мы задаемся вопросом, где лучше всего покупать, Центрального банка вы не купите. Через банк, если вы будете покупать, вы будете платить этот спред, разницу между покупкой и продажей. А когда идет очень сильное движение, волатильность, очень сильные скачки курса, то в этот промежуток времени банки всегда эти спреды раздвигают. То есть, если в нормальных условиях этот спред может составлять, допустим, рубль, то в условиях, когда идет ажиотажный спрос, для того, чтобы это погасить, спреды увеличивают. И мы видели, что в период ажиотажного спроса при курсе доллара 100-110, в банках продавали по 140-150, а покупали по 70-80. Поэтому именно в условиях неопределенности, в условиях высокой волатильности банк никогда не возьмет на себя эти рыночные риски. Он всегда эти риски переложит непосредственно на покупателей и продавцов, кто занимается валютными операциями. И поэтому у банки точно это не выгодно. Это лучше делать через биржу. До недавнего времени, когда была введена комиссия в 12% на покупку валюты, как раз-таки это было нивелировано, можно было и в банках покупать. Но если мы говорим о текущей ситуации, самая лучшая цена – это на бирже, это открыть брокерский счет за рубли, покупать непосредственно валюту. Но тоже нужно же понимать, что даже если вы купите эту валюту, вы все равно наличными снять не сможете ее. То есть она у вас будет где-то лежать на банковском счету. Что вы дальше с этими долларами собираетесь делать? Пойдет ли доллар вниз? В настоящий момент курс доллара, он не рыночный. То есть есть механизмы, которые задействовал Центральный банк, все эти механизмы, которые были задействованы Центральным банком, они сводились к тому, чтобы предложения долларов было много, а любой спрос, который есть, его нужно было убить. Вот опять-таки, если посмотреть на все меры, которые были приняты, они были обращены на то, чтобы очень сильно увеличить предложение долларов. Мы сказали, ребят, продаете там нефть, газ, уголь, металл и сельскохозяйственную продукцию за валюту, все, 3 дня вам даем, за 3 дня вы должны 80% валютной выручки продать. То есть доллары получают, они должны продаваться. Кому продаваться? Продаваться физическим лицам, которые должны заплатить комиссию 12% за покупку. И в этом случае получается, ну то есть и физические лица, даже закупив эти доллары, у них возникает вопрос, а что мне с этими долларами делать? И здесь я бы говорил о том, пойдет доллар вниз или нет, это можно прогнозировать хотя бы в условиях нормально функционирующей экономики. То есть в условиях, когда уходит там санкционное давление, в условиях, когда стабилизация. И опять, если задаваться вопросом, пойдет доллар вниз, что вы с этим хотите сделать? Вы хотите его тогда дешевле купить? Вопрос зачем? То есть это просто средство платежа. Я не думаю, что доллар пойдет значительно ниже там 70 рублей. То есть вот диапазон 70-80 рублей. И я думаю, это хороший такой для покупки. Нужно ли было продавать доллары еще вчера? Примерно тот же самый вопрос, вид сбоку. Я здесь ничего нового не скажу. Я скажу, что я, да, я продавал. Продавал где-то по 100-110, чтобы непосредственно в рублевую зону, потому что долларов, в принципе, много было. Для чего нужны доллары? Вы должны не просто смотреть на доллары, вы должны смотреть с позиции того, что потом вы с этими долларами собираетесь делать. То есть это средство платежа, и на это нужно покупать реальные активы. Я, наверное, сейчас к доллару отношусь более осторожно, потому что там и высокая инфляция, и процентные ставки пока еще в Америке не повышают. И стоимость активов, номинированных в долларах, достаточно высокая. Причем всех классов активов. Это касается и недвижимости, и облигаций, и акций. При той инфляции, которую мы наблюдаем в Америку, сейчас реальная доходность всех классов активов, она отрицательная. Но глобальная нестабильность достаточно высокая. Уровень долга большой. Обслуживать его достаточно тяжело. Во всем мире инфляция непосредственно растет. Нужно повышать процентные ставки. Будут повышать процентные ставки. Активы, номинированные в валютах, будут падать. Поэтому в моей картине мира, я в таких ситуациях, живя в России, предпочитаю вкладываться в российские активы. Я говорю про сырьевые компании. Будет высокий валютный курс. Я часто приводил пример с Сургутнефтегазом привилегированным. У Сургутнефтегаза на конец третьего квартала 2021 года на расчетном счете было 56 миллиардов долларов. То есть, если просто по курсу 100 пересчитать, это получается где-то 5,6 триллионов рублей. При этом рыночная капитализация Сургутнефтегаза составляет 1,7 триллиона рублей. То есть, чтобы просто понять, что это значит, это все равно, что вы покупаете пекарню и вам говорят, слушай, у меня есть пекарня, оформлена в форме ООО. На расчетном счете у пекарни лежит 5,6 миллиона рублей. Пекарня в собственности, все оборудование в собственности. Есть там объем выпуска булок, которые мы делаем. Есть постоянная клиентская база. Вот денежные потоки. Продается это все, ОООшка продается за 1,7 миллион. То есть, вот скажи так простым языком, человек скажет, да, я согласен, я куплю. Когда же мы начинаем оценивать тот же самый Сургутнефтегаз, мы почему-то говорим, нет, неинтересно к покупке, его сейчас кто-то продает. Я думаю, это хорошая история для российского инвестора. Вот именно в настоящий момент хорошая история покупка привилегированных акций Сургутнефтегаза. Потому что, опять-таки, у него есть кэш долларовый. Будет доллар стоить дорого, будет рублевая переоценка, получите дивиденды за счет валютной переоценки. Будет доллар меньше в нормальных рыночных условиях. Опять-таки, я сейчас говорю про долгосрочные инвестиции, а не про спекуляции. В нормальных условиях, в более-менее стабильных, если курс доллара будет ниже текущего значения, это будет только в условиях, как у нас министр энергетики заявлял, что нефть может у нас стоить и 300, и 500 долларов за баррель. То Сургутнефтегаз является нефтегазовой компанией. В этом случае у нас рубль, скорее всего, все-таки будет укрепляться. Потому что сырье будет очень и очень дорогим, и нефтяные компании будут очень и очень много зарабатывать. И в этом случае вы получите доход и дивиденд за счет основной деятельности компании. Ту же самую акцию Распадской. Можно посмотреть на акции Мечел, привилегированные. Да, у Мечела с определенным количеством оговорок, у Мечела высокая долговая нагрузка, но у него основные поставки ориентированы на Китай, ему логистические цепочки перенастраивать не нужно. Цены на уголь, соответственно, находятся на высоких значениях, цены на металл тоже на высоких значениях находятся. Стоит ли обменять доллар на юань? Опять вопрос, зачем? То есть, это некая валютная диверсификация. И здесь, наверное, имеет смысл привести эту диверсификацию условно к оставшимся золотовалютным резервам. Что потом? Ну, хорошо, вы бы на юане поменяете доллары. Во-первых, как вы их поменяете? Как вы доллары куда заведете? Второе, поменяете на юане и что дальше? Чтобы просто юане лежали. В качестве диверсификации да, можно добавить. Но дело в том, что количество инструментов, в которые можно инвестировать в юане, вообще, они по пальцам пересчитать. А для обывателя, для обычного частного инвестора, они вообще практически нет таких инструментов для того, чтобы инвестировать в юане. Если квалифицированный инвестор, если есть какой-то family office, если есть глобальная инфраструктура, то тогда да, еще можно каким-то образом диверсифицироваться и в юанях проинвестировать. Но если мы говорим про обычного физического лица, я думаю, что здесь просто разумная диверсификация внутри валют. Если у вас только доллар и валюты, да, имеет смысл, конечно же, добавить юаней. А стоит ли ожидать повышения курса за счет большого количества иммигрантов? Не совсем просто понятие, а вопрос, откуда берутся иммигранты. Иммигранты – это кто уезжает, иммигранты – это кто приехал. Соответственно, эмиграция людей, когда они покидают Россию и говорят, мы не хотим в такой стране жить, сами по себе валютные ограничения. То есть, ты можешь продать свою недвижимость в России, ты можешь продать машину в России, ты можешь временно куда-нибудь уехать. И если вот именно вопрос из этого, то есть, люди продают активы в России, акции, в том числе, облигации, закрывают депозиты и хотят уехать за границу, они все равно, у них есть наложенный лимит центральным банкам. То есть, вы не можете из России вывезти там больше 10 тысяч долларов в месяц. То есть, это будет достаточно долго. И это опять-таки будет носить такой плавный характер. Поэтому я не думаю, что это фактор эмиграции является фактором, который может повлиять на курс валюты. И опять-таки, я говорю, здесь очень много механизмов сейчас нерыночного регулирования. Ну, что ж, друзья, у нас, в принципе, на этом все. Пожалуйста, оставьте в комментарии, как вам такой формат, вопрос-ответ. Мы в тестовом варианте запишем несколько видео. Будет полезно знать ваше мнение. Обязательно еще раз призываю вас подписаться на наш телеграм-канал, чтобы быть на связи, чтобы не терять контакт, ссылочка находится внизу. У меня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok